Ну что ж, попытался лечь спать, морально вроде бы хотелось и казалось, что все получится, но в итоге вырубился, наверное, минут на 20, потом проснулся такой и думаю, блин, короче, вообще уже как бы спать не хочется, но как бы надо. И вспомнил, что я же гель с кофеином съел, причем 35 миллиграмм, что для меня чуть больше, чем обычно, соответственно, это вообще большой успех, что я хоть как-то уснул, напоминаю, сейчас время 13, 13.56, вот, лег я где-то в 11.30, по-моему, то есть, короче, кофеин работает, поэтому, чё, какой план, посмотрел вегетарианский ресторан, поедем туда покушаем, сегодня время как-то насладиться, кайфануть, отдохнуть и потом попробуем съездить на массаж, но я нашел бамбуковый массаж, то есть, там концепция не такая, что тебя руками умнут, а тебя раскатывают бамбуковыми палками и как будто бы это прямо то, что надо, потому что, как я и говорил, именно раскатка на ролле для меня лучше всего работает, да, когда я кладу, ну, там, ногу, например, на ролл и катаюсь по ней, то есть, когда какой-то валик, да, ездит вот так вот по ногам, по мышцам. И вот в эти моменты очень хорошо я чувствую, что всё прорабатывается, что всякие, там, кровь прогоняется и так далее. Вот попробуем, попробуем бамбуковую историю, потому что, ну, надо же найти какой-то массаж, почему все люди кайфуют от массажа, а я как бы такой, типа, не моё, надо просто найти, найти моё, вот, чтобы тоже кайфовать. Таков план. Так, прибыли на место, почему-то по-прежнему, по-прежнему как-то неловко снимать еду, вот, но если, если вдруг вам это интересно, вы напишите, буду делать это для вас, вот, мне кажется, это как бы до сих пор странно, но почему бы, да. Какой-то фалафель боу, вот, много всего намешано, всё вкусное, такое интересное. Сейчас ещё будет тыквенный суп и потом что-то ещё заказал. А, и Цезарь, вот, нет, точнее, не Цезарь, а этот, забыл, как салат называется, без курицы, короче, который. Вот, всё, такой план, место классное, продолжаем. По-прежнему, самое первое правило, которое я не соблюдаю, это не ходить в магазин за продуктами, когда ты голоден, и не заказывай сразу все блюда, когда ты голоден. Закажи одно, съешь, а закажи другое, если ещё не наелся. Смотрю сейчас на эти порции и думаю, что мы тут с вами до вечера. Салат всё-таки Цезарь, но, соответственно, это не курица, а, ну, там, сейтан или что-то такое. Вот, пожелайте мне приятного аппетита тем, кто тоже сейчас что-то жуёт, вам тоже приятного аппетита. Несмотря на то, что эти два больших боула и тыквенный суп выглядели просто страшными по объёму, но всё, всё, всё прошло очень гладко и хорошо, потому что там в основании, в общем-то, зелень. Я, кстати, понял, что я очень давно просто салатов каких-то не ел, то есть я обычно ем там угурцы, помидоры, перцы, вот, и прям так по салатам соскучился. Вот, короче, легко очень зашли и я, вот, даже в день, когда ты себе говоришь, сегодня ты можешь себе позволить всё, что угодно, всё равно у меня включается какая-то, такой контролёр, который говорит, так, ты, наверное, сейчас слишком многого съел, это точно тебе не пойдёт на пользу, вот, вот. Ну, короче, я всё равно, я настолько заморочен, что я, точнее, нет, не так, я не заморочен, я настолько с таким подходом подхожу к вопросу питания, что я всё так разложил, посмотрел там по составу, ну, не по составу, в смысле, по количеству углеводов, там, жиров, белков, на самом деле получилось очень мало, то есть углеводов практически-то и не было в этих порциях, вот, поэтому, поэтому, что, поэтому, оп, протеиновые какие-то шарики, вот, в них много белка, ну, есть какое-то, какое-то количество углеводов, понятно, что-то сладенькое, вот, с чаем заточим, обычно, ну, чай, как бы, я не пью после еды, да, потому что, ну, в общем, у меня свой подход по поводу желудочного сока, вот, но сегодня, сегодня немножко нарушаем все правила и так далее, вот, при этом была ещё дилемма по поводу чая, всё-таки зелёный чай – это, опять-таки, кофеин, да, это, опять-таки, вот этот стимул продолжать дальше что-то делать и так далее, и так далее, но ничего другого не подобрал, всё остальное были соки, а, как бы, соки, на мой взгляд, вообще совсем после приёма пищи пить, как бы, так не работает, ну, как бы, фрукты после белковой пищи углеводной, там совсем всё забродит и так далее, поэтому, ну, чай, ничего, нормально, вот, значит, вместе с этим сейчас 15 часов 55 минут, на 17.30 забронировал массаж бамбуковыми палками, вот, соответственно, всё как-то классно, так складывается ровненько, хорошо, вот, поэтому продолжаем. Так, ну что ж, а вот массаж зашёл просто потрясающе, короче, бамбуковый массаж, one love, ну, точнее, так, нет, не буду, не буду преувеличивать, по-прежнему, если, если меня спросят, допустим, завтра пойдёшь ли ты, хочешь ли ты пойти на массаж, я скажу, что, блин, типа, я пойду только, если мне совсем делать нечего будет, вот, а так я лучше дома на роли пораскатываюсь, вот, но, реально, бамбуковый массаж, кайф, потому что, по сути, это как раскатка на роли, только, соответственно, можно раскататься там, где ты сам и не можешь раскататься, вот, короче, два часа прямо, боли, боли, страданий и удовольствия, вот, накормили супчиком, чаем каким-то, тут, этим, арбузом и так далее. Между делом время 7 часов вечера, спать по-прежнему не хочется, точнее, хочется, но не тянет, вот, думаю, что поеду поужинаю всё-таки, вот, немножко надо подустать, вот, и попробую, попробую лечь спать уже. Вот, потому что идея о том, что я проснусь засветло и сделаю тренировку до восхода солнца, она в опасности, потому что уже 7 вечера, соответственно, лягу, как будто бы я, как обычно, в 10. Ну, ладно, сейчас задача, ещё съездим в один вегетарианский ресторан, вот, попробуем, чего там, чего там готовить, помчали. Только что познал новый смысл сельдереевого сока, заказал здесь, короче, сок сельдереевый, и если раньше, ну, наверное, каждый из нас привык, что сельдереевый сок – это сок из стебля сельдерея, то здесь он был явно, то есть целиком, со всеми веточками, со всеми листьями, ну, это чувствуется по такой горчинке, и закладывается мысль, что, возможно, в этом-то и есть мощь сельдерея, потому что чем невкуснее, чем неприятнее, тем полезнее зачастую, да, вот, ну, как всякие лекарственные травы и так далее, вот, а сам стебель сельдерея, он достаточно вкусный, ну, если его просто пить как сок, вот, поэтому интересное, как бы, интересные такие открытия, вот, что еще заказал? Заказал просто какой-то боул из всяких зеленых салатов, что тут есть, авокадо, ну, и куча-куча всякой зелени, камбучо, причем камбучо оригинальную заказал, то есть я ни разу не пробовал просто вот оригинальную камбучо, обычно со всякими в Грузии я как раз впервые попробовал камбучо, но там она была с разными вкусами, вот, сейчас попробую сам, то есть, я забыл, я забыл слова все, да, мозг, кажется, хочет отдыхать, а тело такое, говорит, блин, чувак, у нас еще кофеин и вообще, что, пробовал, да, камбучо с разными вкусами, а здесь такой первоисточник, эталон, да, то есть то, относительно чего уже, как сложно слова формулировать, то, относительно чего добавляются какие-то другие вкусы и так далее, и так далее. Собственно, что, ну, приехали, да, забыла рассказать, приехали, еще приехали, я как будто бы, ну, с вами, мы с вами приехали, еще в одно веганское кафе, я со своим педантичным подходом выбирал, сначала на гугл-картах искал, по отзывам смотрел, потом искал в TripAdvisor, и потом искал просто в гугле, забиваешь там, типа, лучшие вегетарианские рестораны, и вот только если этот ресторан фигурировал во всех трех статьях, тогда я выбирал, и в итоге нашел два, вот, собственно, первый это был iVegan, или как он назывался, вот, круто, прямо рекомендую, причем эти шарики, которые протеиновые, я сказал, там будет сахар, сахара там не оказалось, это реально был, ну, белок, я только не понял, какой белок, чего, не соевый точно, вот, и то ли какао, то ли что-то, вот, то есть, ну, круто, то есть, блин, реально белок без всякого сахара, вот, то, чего мне обычно, вот, не хватает в обычных ресторанах, когда ты, ну, туда добавят кучу всего, вот, как, например, сегодня на завтраке, да, ореховая паста, ну, возьмите орехи, сделайте из нее пасту, зачем туда добавлять сахар и соль, если мне нужно добавить сахар и соль, я ее сам добавлю, вот, ну, а дальше, понятно, уже начинается, как сказать, там, даже не маркетинг, а желание сэкономить, то есть, туда добавляются всякие масла, там, какие-то посторонние, чтобы увеличивать объем и так далее, это все понятно, но зачем сахар и соль добавлять, чтобы было вкуснее, ну, наверное, да, наверное, все-таки большинство людей покупает продукты из-за их вкуса, но ключевая штука, что вкус, он же здесь, на самом деле, в голове, и вы думаете, я пил этот сельдерей высокий, думал, какая же гадость, как же, как же я страдаю и мучаюсь, нет, я реально кайфовал, получал удовольствие, вкус специфический, с горчинкой, но мой мозг точно знает, что это полезная штука и посылает мне нужные сигналы, то есть, он говорит, Андрей, давай, давай, нам это надо, нам это надо, нам это зайдет, вот, точно так же, как этот зеленый болл, я его съем с огромным, вообще, удовольствием, и я не спорю, что различные вкусовые добавки, с ними, конечно, веселее есть, но это же обманка, да, это же обманка, когда мы говорим, что мы любим мясо, ну, разве мы его любим, просто вот, мы любим мясо, разве нет, мы любим мясо со всеми специями и так далее, и так далее, вот, поэтому, это на подумать нам всем, я буду ждать второй болл, второй болл уже, наверное, не буду снимать, поэкономлю батарейку, короче, фалафель, фалафельный болл обычный, фалафель, куча зелени и все, вот, еще сказал из Tempo, Tempo какие-то стики, Tempo это ферментированная соя, вот, все, такой план сегодня прямо, я удивляюсь, что у меня получается отдыхать и расслабляться, не думать о работе, о какой работе, о проектах, и при этом, ну, при этом за вчерашний день просто от трех клиентов пришли оплаты, конечно, я их ожидал, это не было сюрпризом, но приятно так было, то есть ты на старте, а тебе в часы падают оповещения, что получен, получен перевод, еще перевод получен, думаешь, блин, офигеть, то есть чтобы, причем эти платежи были, их клиенты чуть-чуть задерживали, вот, и как будто бы, когда я сказал, ну, ладно, перестану я писать клиентам, напоминать постоянно, и вот, и стали переводы приходить, да, то есть это про то, что когда мы слишком сильно начинаем давить в одну точку, ну, то есть, как правило, что-то не срабатывает, да, но опять-таки вспоминаем то интервью с Евгением Новиковым, барабанщиком Slot After Prevail, который как раз-таки давил в одну точку, у него все получилось, поэтому, как бы, выводы каждый из вас будет, ну, делайте каждый вывод, выводы каждый из нас будет делать свои, вот, соответственно, на данном этапе мне выгоднее думать, что все приходит в легкости, в максимальном гармонии и балансе, и не нужно биться головой в одну дверь, нажимать на одну кнопку постоянно, ну, только если ты не получаешь от этого огромное удовольствие, вот, и по поводу, кстати, денег и платежей клиентов, вот, я понял, что это моя следующая точка роста, научиться договариваться с клиентами так, точнее, даже как договариваться, научиться ставить себя так, чтобы у клиента даже не было мысли оплатить позже, или же, если все-таки такая мысль появилась, чтобы клиент заранее писал и объяснял, почему, предупреждал, ну, то есть, ведь, почему, да, клиент считает нормальным заплатить позже, чем договаривались, потому что он думает, что, ну, что там, Андрей подождет, да, вот, а я хочу, чтобы ко мне было другое отношение, и это не желание, типа быть каким-то супер-боссом, а это желание быть системным парнем, да, системным руководителем. И оплаты – это точно такой же системный процесс, потому что поступление оплат, во-первых, помогает мне планировать выплаты ребятам, а во-вторых, это помогает мне вести мои таблички месячные, да, когда у меня в конце месяца надо посчитать, там, прибыль за текущий месяц, и вот платеж задерживается, такой, так, и что делать, переносить этот доход на следующий месяц уже, короче, начинается какой-то бардак и суета, вот, а нам нужно спокойствие, системность и четкость. Поэтому вот хороший вечер, чтобы подумать о том, да, как выстраивать системные процессы. И, казалось бы, Андрей, ты же на отдыхе, но мне в кайф об этом думать, и это в том числе, ну, как бы способ себя развлечь. Поэтому вот так вот продолжаем. Сюрприз, сюрприз, сюрприз. Сижу я, значит, жду, пол не несут и не несут, я пошел узнать, а оказывается, что они его и не включили в заказ, потому что у них фалафели закончились. Короче, misunderstanding, вот. Собственно, что я сделал, я говорю, давайте что-нибудь другое закажем. Они такие, да, давайте. Значит, я начал листать, ничего, короче, из вот этих боулов не нашел. Думаю, ладно, бургер возьму, думаю, пойду в разнос. Ну, потому что в бургере там уж там и майонез какой-нибудь, короче, какие-то соусы всякие. Показываю пальцем, они говорят, там всего 5, нет, 6 бургеров, я показываю на один из них, они такие, блин, сори, именно этого нету, вот все остальные есть, а именно этого нету. Я такой, окей. И мысль такая, какая мысль? Мысль такая, что думаю, блин, это знак. Наверное, я слишком что-то много, как бы, начинаю есть всякого лишнего. Поэтому сказала, слушайте, ладно, давайте тогда ничего больше не буду заказывать, наверное, это реально знак. Съем вечером овощи, тут еще немножко темпы, белок, вот. И, собственно, и хорошо, завтра уже будет завтрак, вот. Так что, таков план. Блин, я понял, что такое камбуча. Камбуча, это гриб, это гриб, вы, ну, наверняка знаете, наши бабушки в таких трехлитровых банках настаивали непонятную такую медузообразную субстанцию, которую очень было вкусно пить. Добавляешь туда сахар, это все бродит, и получается такой кисло-сладкий такой напиток. Вот, короче, оригинальная камбуча, это прямо оно. Да, вкус, запах детства. Ну что ж, ну, надо, конечно, узнать все-таки, с чего делается камбуча, но что-то мне подсказывает, что это плюс-минус одно и то же. Такие вот открытия.